Улыбка Обамы – фирменный знак современной американской политики. С сияющей улыбкой Обама следит за своими гражданами и своими союзниками. Улыбаясь, Обама продолжает разжигать гражданскую войну на Украине. И практически смеясь, Обама вонзает нож в спину Олимпийскому движению. Самый разгар сочинской Олимпиады, собираясь нарушить вечную традицию – Олимпийское перемирие. Вчера на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Алландом Обама прямо заявил о планах США о применении американских вооруженных сил в Сирии. Обама. Ситуация в Сирии очень нестабильная. Мы продолжаем рассматривать все возможные пути решения этого вопроса. Весь срок своего пребывания на посту президента я резервирую за собой право применения военной силы в интересах национальной безопасности США. Напомним, что с такой же лицемерной улыбкой в сентябре 2013 года президент Обама устроил провокацию с Сирией, поставив ультиматум Башару Асаду и поставив Ближний Восток на грань глобальной войны. Но свое веское слово сказала Россия и добилась того, чтобы Сирия отказалась от химического оружия и допустила в страну международных инспекторов. Российские дипломаты и лично президент Путин не допустили американской интервенции в Сирию, что стало щелчком по носу Обамы. Обама продолжал улыбаться, но затаил злобу, чтобы через несколько месяцев нанести удар в спину. Россия, внесшая наибольший вклад в ликвидацию сирийского химического оружия и не допущение разрастания конфликта, сейчас проводит Олимпийские игры. По освещенной веками традиции, в это время должны прекращаться все войны и вооруженные конфликты. И пока эта традиция соблюдается, даже ведущие гражданскую войну в Сирии стороны сделали на несколько дней перерыв и прекратили огонь. Однако это не устраивает Обаму, который, улыбаясь, объявил о своих планах о военном вмешательстве во внутренние дела суверенной страны и предательски обвинил Россию в возможном провале гуманитарной миссии в Сирии. Обама. Сирийские власти должны выполнять принятые обязательства, а ответственность за обеспечение этих обязательств лежит на России. Госсекретарь Керри неоднократно передавал российской стороне наше послание, что еще не все сделано, и Россия не может считать свой вклад полноценным, пока люди в Сирии голодают. А вот это уже интересно. Оказывается, не США с первого дня гражданской войны поставляли оружие боевикам, поддерживали их финансово и дипломатически. По версии Обамы, за боль и страдания сирийцев ответственность несет Россия, которая делает все, чтобы эта война закончилась. Наверное, мало кто в мире верил Обаме до сих пор, но после циничного нарушения Олимпийского перемирия его лицемерная улыбка всегда будет означать только одно – где-то скоро начнется война.